Я был экономистом, я работал в банках, выдавал кредиты. Собственно, на самом деле, меня это никогда по-настоящему-то не вдохновляло. Просто это было престижно, приносило деньги. Но это работа, это... В итоге я понял, что это как рабство какое-то. Но на самом деле, потому что проводить свою жизнь с утра до ночи в офисе, мне показалось, что хватит первым шагом к новой жизни. Я представил вот такое длительное путешествие. Конечно, я не всю жизнь собираюсь вот так бродить. Нет, это такой опыт для изменения характера, это испытание. Я собираюсь пройти всю Волгу, ну а потом уже трудиться, зарабатывать, уже будучи новым человеком, с новым характером. Потому что характер-то, он меняется в зависимости от того, как ты живешь в офисах. Ты закисаешь, например, а в трудностях путешествия становишься сильнее и лучше. Я уже с разными очень людьми общался. И это как, можно сказать, много разных миров. Но в одной нашей стране даже люди настолько по-разному думают и живут. Одно дело офисные работники, другое там сельские жители или городские какие-то, но которые на улицах, там вот эти все таксисты, там и рабочие. Или еще столько разных слоев. И все они настолько далеки друг от друга. И, конечно, я найду свое место. А вышел я от истока Волги, которая в Тверской области, в деревне Волговерховье. То есть я прошел всю Тверскую область, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Нижегородскую. Потом Мариэл, небольшой кусочек этой республики. Чувашия, Татарстан, Ульяновская область. Потом Самарская, Саратовская, наконец Волгоградская, ну и впереди Астраханская.